Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет не АСМР, а Мукбанг в полный голос. Это уже ставшее традиционным чаепитие на моем канале. Поэтому собирайте себе что-нибудь вкусное, сладкое, может быть, запретное, но разочек можно. Заваривайте кружечку горячего чая, у меня как всегда. К сожалению, мой молочный улун закончился, поэтому черный с бергамотом, лимоном, без сахара. И смотрите, что у меня. В общем, сейчас объясню, почему именно с этими печеньками будет сегодня Мукбанг. На самом деле, это не реклама ни в коем случае. Я любила их с самого детства. Вот серьезно, это было одно из моих любимых лакомств в детстве. И в четверг, в этот четверг, муж после работы пришел и принес мне эти маленькие сюрпризы. Он любит меня радовать такими всякими штуками неожиданно. Он не знал о том, что я прям с детства обожаю эти печеньки. Я не ела их не знаю даже сколько лет. Последний раз даже не могу вспомнить, когда. Потому что, насколько я знаю, на Украине они не продаются. Вот. О, чакопай. Давайте поскорее откроем. А они там прям так. Перед камень лежат. В общем, разумеется, я не съем всю коробку. Давайте откроем и проверим, такие ли они вкусные, как мне это помнится. Ну, пробуем. Это вкус детства, ребята. Это просто вкус детства. Калорий, конечно, у них пипец сколько. Я посмотрела наоборот. Ужас, ужас. Хорошо. Рука у меня болит. Ребята, я сегодня, просто поймите, вот в своем репертуаре в очередной раз подтвердила звание человека аварии. Обратите внимание на мою руку. Видите вот этот синяк? И она так у меня конкретно опухла. В общем, мы с мужем с утра бесились. Я убегала от него по коридору. Он меня догнал. Начал меня щекотать. Я хотела как-то вот так вот отмахнуться от него. И со всей силы вот так вот впилялась рукой своей в дверь. Прям удар пришелся на ребро. Я собрала немножко кожу. У меня мгновенно она опухла. Я целый час держала на ней холод. И, короче, все равно синяка мне не избежать. Она болит. Как всегда. Лиса как всегда. Вкусно. О чем мы сегодня будем с вами разговаривать? Это же мукбанг. Мы всегда что-нибудь обсуждаем. И я решила, ребята, сегодня поднять такую тему. Интересную, на мой взгляд. Это семейные взаимоотношения. Жизнь в браке или в паре. Ну, в общем, совместная жизнь. Как залоги. Залоги счастливой семейной жизни, скажем так. Я, правда, не так долго нахожусь замужем. Всего чуть больше года. Но поскольку мы до этого уже жили где-то года полтора вместе. Короче говоря, я не считаю себя великим экспертом. Ни в коем случае не подумайте. Просто хочу поделиться своим опытом. Рассказать о том, как это вижу я. Послушайте обязательно вас в комментариях. Под этим видео пишите, какие на ваш взгляд моменты помогают сохранить и приумножить любовь и счастье в браке. Мне будет очень интересно вас послушать. Ну, начнем, наверное, с такого, с базиса, да. Что я считаю самым главным и важным залогом счастливой семейной жизни. Это, ребята, выходить замуж по любви. Это сто процентов. То есть ни по расчету, ни из каких-то других там соображений. И под любовью я в данном случае понимаю, знаете, не только страсть, не только химию. Потому что это, конечно, важная составляющая в отношениях между мужчиной и женщиной. Это сто процентов. Но она не то, что не главная. Нельзя, наверное, выделить какие-то главные компоненты любви, а какие-то не главные. Но она не основная. То есть на одной страсти, на одной вот этой химии не должен базироваться брак. Я так считаю. Потому что любая, там, эта страсть, она со временем имеет такое свойство. Она притупляется. Как бы там ни было, понятно, ее нужно постоянно как-то поддерживать, раздувать. Но она все равно переходит со временем в какое-то другое качество. Это сто процентов. Поэтому помимо страсти между людьми, которые заключают брак, я думаю, должно быть много чего еще. Наверное, то самое родство душ. Муж и жена должны быть друг к другу не только любовниками, они должны быть все хорошими друзьями. Это сто процентов. А вот только когда все вот эти пазлики сложатся воедино, тогда да. И второй момент, нужно к этому шагу, вступлению в брак, да, подходить очень продуманно. Продуманно и осознанно. Потому что я не имею в виду сейчас какой-то расчет холодный. Нет, конечно, нет. Я имею в виду, что делать это вот не с кондачка, знаете, не потому, что замуж захотелось. Или вот там все подружки уже вышли замуж, а я одна как дура еще сижу там в 28 или там сколько-то там лет и не замужем. Просто так сбегать, чтобы штамп поставить, это неправильный подход. Как знаете, говорят, замуж это не напасть, лишь бы потом замужем не пропасть. Я как-то к этому моменту подходила очень, ну так, осознанно, да. То есть я пришла к тому, что с этим мужчиной я хочу пойти по жизни. Я приняла ту мысль, что это моя, скажем так, конечная станция. И мне хочется с ним состариться, мне хочется с ним прожить всю свою жизнь. Конечно, я не загадываю, никто не может знать, как там она будет наперед. Но вот вступая в брак, вот эта уверенность, мне кажется, она должна быть. Потому что если вы хотите пожениться просто потому что, то это вряд ли закончится чем-то хорошим. Хотя, опять-таки, сколько людей, столько и историй, столько и мнений. Это не может быть у всех одинаково. Просто думайте, чтобы вы могли с уверенностью сказать, что вот с этим человеком ты и в горе, и в радости. Это самое главное. Как хорошо пить чай с чем-нибудь вкусным. Следующее, что я считаю, наверное, самым важным, и тоже одним из таких базисов успешной семейной жизни, это умение идти на компромисс. Умение, не только умение, но и готовность. Готовность делать уступки другому человеку. Потому что какой бы ни был идеален ваш партнер для вас, да, какая бы у вас там ни была великая прекрасная любовь, страсть и все остальное, когда вы становитесь семьей, ну, или просто начинаете жить вместе. Столкновение двух личностей, двух характеров, столкновение интересов — это неизбежно. не бывает семейной жизни без конфликтов, а вообще. Могу сказать конкретно вот о себе, да, у меня достаточно непростой характер, и у моего мужа точно так же, поэтому, а в нашем случае это регулярные какие-то вот такие, знаете, состыковки. Какому я прибегаю методу, когда вот сложно, да, найти какой-то компромисс, я всегда стараюсь поставить себя на место своего мужа, то есть посмотреть на ситуацию его глазами, понять, что он чувствует в этот момент, понять, как мне нужно себя повести, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Самое важное, что это работа двоих людей, понимаете. Если только один человек это все делает, то есть ищет компромисс, идет на уступки, постоянно там ломает себя в угоду другого, это вот никогда не работает. Игра в одни ворота — это рано или поздно заканчивается плохо. Это неправильно. То есть только когда этого хотят два человека, только когда в этом заинтересованы именно двое, тогда это сработает, да. Это сложно. Ну, не скажу, что это прям всегда идиллия. Брак — это не всегда, далеко не всегда идиллия. Я, допустим, по натуре, всегда по жизни, там до вот начала отношений со своим мужем. Ну, я такой сильный человек. Я где-то лет с 19 я начала уже подрабатывать. В 21 я переехала от родителей жить отдельно. Я сама себя обеспечивала. Я всегда сама принимала все там важные решения в своей жизни. И даже когда у меня там были какие-то отношения тоже серьезные, да, там с другим молодым человеком, все равно я всегда там делала так, как считаю нужным. Я, ну, может быть, была как-то по характеру сильнее, чем тот мальчик. Как-то вот так получалось, что, ну, рулила эти отношения я. Мой муж, он совершенно другой. То есть он такой по характеру, знаете, мужчина-мужчина. Такой, с которым не страшно там и в вагоне в воду. Но при этом он же, естественно, хочет как бы тоже командовать. Поэтому вот это наше столкновение, понимаете, они у нас вот регулярно происходят. И приходится вот где-то подвигаться и мне, и ему, чтобы вот эти вот стучки урегулировать, скажем так. Я не скажу, что я там полностью отказалась от своей независимости, от своего характера, но все равно приходится его как-то вот менять немножко, корректировать. И это, да, это труд. Ну, это приятно, когда ты этого человека действительно любишь, то эти компромиссы их хочется искать. Не хочется находиться, знаете, вот в состоянии конфликта. Мне плохо, когда мы ссоримся. Я вижу, что точно так же плохо ему. Сейчас поделюсь нашим универсальным методом примирения. Я, по-моему, уже в каком-то стриме рассказывала об этом. Ну, кто, короче, не слышал, повторюсь коротко. Не всегда можно вот прийти и прям открытым текстом сказать, «Я была неправа, да, прости меня». Не всегда эти слова там получается выговорить, потому что, ну, в любом конфликте, я так считаю, не бывает, чтобы один был прям полностью неправ, а второй полностью прав. Все равно вот кто-то где-то, ну, немножечко недопонял друг друга, да. Просто кто-то больше, кто-то меньше. Короче, как мы миримся. Если не хочется там, да, идти прям вот прям просить прощения, если ты не чувствуешь за собой вот всей глобальной вины сложившейся ситуации, но чувствуешь, что ты был всё-таки чуть-чуть больше неправ, то мы просто подходим и, знаете, вот как дети протягивают мизинчик для того, чтобы помириться, а так же мы миримся безымянными пальцами, на которых у нас кольца. Я знаю, это звучит глупо, это звучит по-детски, но, ребята, это реально работает. Потому что подойти молча протянуть пальчик и улыбнуться друг к другу, вот так вот помириться и потом уже там сказать, блин, какая я дура, прости, я прям вот не права. И он в ответ то же самое скажет. Но вот этот вот сам первый шаг, да, вот этот жест, его гораздо проще сделать, если это вот с таких каких-то маленьких безобидных хитростей начинается. Так что берите на заметку, дарю. Прям-прям заработающий метод. В общем, компромисс — это да. Я считаю еще, знаете, ребята, очень важным заботу друг о друге. Заботу и какое-то вот постоянное такое, постоянное участие, что ли. Быть всегда готовым оказать поддержку в той мере, в которой это потребуется, и в той мере, в которой ты можешь это сделать. И в ответ ты тогда имеешь право тоже ее себе потребовать. И даже не так, не то, что имеешь право, ты знаешь, что ты на нее можешь тоже рассчитывать на ответную поддержку, когда тебе будет плохо. Это вот очень важно, это базис, наверное, когда ты уверен в человеке, уверен в том, что он любит тебя, что он хочет тебе заботиться, хочет делать твою жизнь лучше. И я сейчас не говорю о каких-то там глобальных вещах. Это все складывается из мелочей. Вот серьезно. За прошлую пятницу, когда я отменила стрим, потому что ужасно плохо себя чувствовала, очень устала, весь день там бегала по Москве, была у доктора, тоже там ничего хорошего не услышала. В общем, ужасное было настроение. Я позвонила мужу, сказала, отменила, короче, говорю, я стрим, не покупай мне там ту еду, которую я просила на стрим купить. Ничего не хочу. Лежу дома на диване, в полнейшем упадке. Уставшая, несчастная, ну и все такое. Он вернулся с работы так быстро, как только смог. притащил вот такой пакован всяких вкусностей, включая мои любимые пирожные. Достал из кармана киндер, а это моя слабость, ребята. Вот я понимаю, да, что я уже взрослая большая девочка, но я люблю киндер-сюрпризы, и муж об этом знает, и часто мне их приносят в качестве такого радостного пустячка. Вот, и дальше наш вечер протекал по следующему сценарию. Мы лежали на диване, обложившись всеми этими вкусняшками, и смотрели фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, потому что это один из тех фильмов, которые поднимают мне настроение. Девочки, если мужчина смотрит с вами фильм «Красотка», выходите за него замуж. На самом деле это вот те такие мелочи, которые по большому счету кажутся повседневными какими-то, да, обыденными, но это вот эти мелочи, из которых складывается наша жизнь. Это очень важно. Опять-таки это не должна быть игра в одневроту. Но мужчины, не забывайте о том, что каждая, даже самая сильная женщина, она в глубине души девочка, и ей тоже хочется заботы, хочется каких-то, господи, да даже вот те же чокопайки, да придите и подарите ей сработать. Знаете, как ей будет приятно? И точно так же и девочке, да, то есть это не значит, что она должна быть такой королевой, вот я тут сейчас такая вся на троне возлежу, а вы приходите и приносите. Нет, точно так же и я в ответ где-то что-то стараюсь сделать для него приятно. Любовь и брак счастливые, это когда ты знаешь, о чем мечтает твоя вторая половина. И когда ты прикладываешь максимум своих усилий для того, чтобы эти мечты стали реальностью. И это не обязательно какие-то большие глобальные мечты, это даже вот такие вот ежедневные простые радости, от которых жить становится светлее. Я, наверное, не буду доедать треть. Я хотела съесть три. Они такие сытненькие. Да, что-то я на Макбанке сегодня съем мало, говорила много. Простите меня. У меня просто такое лирическое настроение, потому что мой муж уехал, улетел в очередной раз в командировку сегодня, я его проводила, уже грущу. Еще рука болит. Кошмар. Ну и в завершении всей вот этой темы сегодняшней про брак, про взаимоотношения. Я хочу пожелать всем тем, кто еще не встретил того самого своего человека, чтобы это поскорее произошло. А все, кто уже нашел свою половинку, я желаю вам только приумножать и оберегать это счастье, потому что найти его сложно, потерять очень легко. Храните то, что у вас есть и будьте за это благодарны. Всем спасибо за сегодняшнее чайпитие. Я надеюсь, вы успели выпить со мной кружечку чего-нибудь бодрящего. Я вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok